Это замечательная, мне кажется, идея сделать благотворительный марафон. Данный благотворительный марафон музыкальный, он в поддержку фонда Хабенского. Этот фонд помогает людям и, безусловно, каждый из слушателей может внести свою лепту. Любая сумма, какую возможна, даже 100 рублей, они помогут. Если это от большого количества людей по 100 рублей, посмотрите, какая сумма возникает. И вот то, что сейчас ребята объявляют, какая сумма уже собрана, это, безусловно, большая победа и большая надежда для тех, кому эти деньги потом пойдут на лечение. Я сам очень много сотрудничаю с разными благотворительными фондами. Мы долгое время, в моем случае, очень долгое время, я и мои фан-клубы по стране сотрудничают с фондом «Линия жизни». Мы делаем операции для деток. Но мы так не особо афишируем это, но на постоянной основе мы сотрудничаем. Также в другие благотворительные фонды «Дети-бабочки» тоже не раз мы помогали рыбу фонду, сотрудничали с ними. Так что идея хорошая, поэтому, конечно же, я принял участие в этом марафоне. Ну и плюс это все-таки самая добрая премия, это еще, помимо всего, премия нового радио, новая радио Уорс. И вот мне безумно приятно сегодня получить эту статуэтку за мой новый альбом, который вышел в конце прошлого года. Он называется «Я видел свет». Ну, альбом получился достаточно мощный и хитовый, и такие там большие песни, как «Вкус малины», «Алый закат», «Не пытайся повторить». Это все в этом альбоме. Вот сейчас вот я выпустил как раз видео и песню «Я видел свет» за главные песни с этого альбома. Планирую еще несколько видео и несколько песен с этого альбома. То есть, ну, тут очень плотный на хиты получился альбом, поэтому мне, конечно, безумно приятно, что этот альбом, один из сильнейших альбомов за последнее время для меня, он был так вот награжден этой наградой. Это для артиста очень почетно и важно, потому что не просто какая-то одна песня, это работа из нескольких песен, да, то есть, там, десятки песен. И это было отмечено, поэтому безумно приятно, конечно. Сергей, какую песню из вашего репертуара можно послушать, чтобы стало легче, чтобы человек забыл, может быть, о каком-то горе и, ну, почувствовал себя счастливее? Музыка вообще помогает, музыка исцеляет, я в этом абсолютно уверен. Я, меня часто музыка вынимала из каких-то сложных событий. Всех нас коснулось то, что произошло недавно в Крокусе, и до сих пор мы не знаем, как правильно выйти. Мы все понимаем, что жизнь идет дальше, да, мы все понимаем, что мы должны, там, ради своих детей, ради своих семей, ради поклонников мы должны продолжать. В том числе мы, как артисты, мы некие векторы, мы, на нас равняются, на нас смотрят, и мы за собой в какой-то степени ведем. Поэтому нам нужно неправильно найти как-то слова, время для того, чтобы людям дарить надежду, чтобы стараться все-таки даже в этой сложной ситуации сделать какой-то урок над ошибками, да, и избежать этого в дальнейшем. Сейчас, понятное дело, что концерты будут у всех продолжаться рано или поздно, через какое-то время, после того, как пройдет траур, после того, как пройдет какая-то такая совсем сложная период и боль. Понятно, что это дальше как-то станет жизнь на свои рельсы. Просто сейчас надо быть все вместе, нужно максимально заботиться друг о друге. Какая песня? Какая песня? Не знаю, для каждого своя. И, слава богу, я достаточно долго пою, уже там 20-шим лет, у меня 10 альбомов, и каждый, думаю, что из слушателей свою какую-то песню может выбрать. Знаете, в моей жизни так много было людей, которые мне помогали, которые меня сделали тем, кем я являюсь на данный момент. Это люди, которые помогали советам, помогали делам, помогали поддержке, когда было сложно. Это люди и в шоу-бизнесе, это люди и вне шоу-бизнеса. Поэтому я стараюсь тоже всегда откликаться на какие-то просьбы, когда меня просят помочь, потому что я знаю, что это действительно помогает, и это важно. Мы должны постоянно делать добрые поступки и начинать с себя, максимально убирая негатив, убирая максимально какие-то злые мысли, которые могут у кого-то возникнуть или что-то. И вообще стараться вокруг рассказывать и говорить о добром, о позитивном, о хорошем. Потому что если читать новостную ленту, телеграм-канал, все время какая-то вот, понимаете, ты листаешься и думаешь, что за ужас обычно происходит, почему не рассказывать о позитивном, о хорошем. Все время рассказывать только о негативе, о том, что все плохо или там, не знаю, кто-то кого-то там за что-то. Просто рассказывать о хорошем, о поступках, которые люди делают, о героических поступках, которые происходят, о людях, которые спасают. Но вот об этом надо говорить, чтобы героями становились не те люди, которые на камеру красиво что-то делают, а другие люди должны... Чтобы дети, которые растут... У меня сейчас дети 10 и 5 лет. Я прекрасно понимаю, что да, вокруг социальной сети они тоже это видят. Я очень хочу, чтобы перед ними были примеры не тех людей, подростков, которые ничем не занимаются, а просто на камеру кривляются, да, которые не понимают, кем они вообще являются, кто они по профессии. Они не знают этого, эти люди вот эти, да, которые... Мне хочется, чтобы примерами становились другие для подростков люди, которые действительно что-то в жизни добились, которые могут быть лидерами мнений и вести за собой, но к чему-то светлому, хорошему и доброму, а не к очередному разбору, анпакингу или чему-то еще там, да? Сергей, а как отличить, человек делает добро ради лайков и хайпа, ради просмотров, либо действительно от доброго сердца, и, как вы говорите, чтобы это было примером? Вы знаете, очень тонкая грань, очень тонкая грань относительно того, когда ты делаешь что-то... Вообще для артистов, могу сказать честно, есть сложности, и я тоже об этом говорил, что, с одной стороны, артисты, публичная личность, когда что-то делает, очень часто нам в спину потом летит, ага, ради хайпа, ради пиара, хотя мы это делаем, ну, зачастую, ну, то есть всегда, да, да, доброе сердце, зачастую просто нас, ну, неправильно воспринимают. А если ты делаешь это вот как-то тихо, никому не говоря, могут объединить в том, что ты не действуешь никак, ничего не помогаешь и все. То есть надо, с одной стороны, постоянно кричать, я помогаю, я помогаю, а если ты так говоришь, то тебя упрекнут в том, что ты на этом хайпишься. Поэтому очень тонкая грань, на мой взгляд, нужно делать просто аккуратно, не особо выпячивая это. Возможно, не озвучивать сумму, вот просто после трагедии в Крокусе, вот, например. Мерится, кто больше, кто это, вот когда уже какое-то соревнование пошло. Друзья, я тоже, я смотрел, и... Просто вот Шамана перевел 5 миллионов рублей, Егор Крид миллион, а король эстрады Филипп Киркуров ничего не показал. И люди начали обсуждать, кто сколько зарабатывает, кто сколько... Еще раз, это не соревнование. Это не соревнование, кто как скорбит, кто как переводит, кто как поддерживает. Кто как может, кто как чувствует, тот так и существует. Это не соревнование. Ну, я вообще, ну, как бы, надо говорить о том, что надо помогать. Вот я сегодня тоже, понимаете, вы же не знаете, какое количество перевел фонд Хабенского? Вы не знаете, но я говорю о том, что надо это делать. Но я не говорю о том, сколько... Опять же, я не осуждаю тех, кто говорит, называет суммы. Возможно, для них это тоже важно, и я поэтому не хочу сейчас говорить. Каждый решает по-своему, просто мне кажется, что вообще в принципе нужно делать добрые дела, и это должно становиться доброй традицией, привычкой, а не так, что вот сегодня мы сплотились и миллионы перечисляем, а завтра мы про это забыли. То же самое, как донорская кровь, в которую видели, какие очереди выстроились, это так здорово, что люди поддержать, пришли частичку себя отдать, это действительно, фактически они отдают свою кровь, частичку себя, они жертвуют это. Но надо не забывать, что кровь-то нужна всегда, и операции проходят постоянно, это должно быть на постоянной основе, просто как некая традиция, которую люди должны помнить, и не должно случаться никаких трагических событий, чтобы люди об этом вспоминали. Понимаете, вот что, чтобы были люди едины не только в момент горести, но и в радости, чтобы вообще это единство было всегда. Я уверен, что мы способны изменить мир к лучшему, мы должны начать сами к себе, мы должны каждый день, во-первых, мы должны просыпаться с добрыми мыслями, с позитивными мыслями. Известно, что мы сами программируем себя на то, что будет, а если мы часто говорим и думаем негативно, то это обязательно случится. Поэтому надо просыпаться, нужно чаще улыбаться, улыбаться прохожим, знакомым, друзьям, просто всегда улыбка вернется, это 100%, я об этом всегда говорю. Назовите топ-3 добронесущих артиста, по вашему мнению. Ой, вот это опять же подсчет добрых дел, я не знаю, я правда не знаю, я не могу сказать, так много людей, которые помогают нуждающимся, просто об этом не кричат. И сейчас назови одних, другие обидятся или, по крайней мере, я могу кого-то там просто не знать. Поэтому самое главное, что люди делают добро. Вы знаете, я тоже много лет назад, когда я взял свою первую собаку из приюта, я также участвовал просто в неком благотворительном, не то что марафоне, но это была такая выставка благотворительная, которая рассказывала про собак из приютов. Я тоже не планировал брать вообще собаку, у меня были до этого собаки, но они были от заводчика. И я просто вот так вот на одной из съемок мне принесли собаку, щенка, с которой мне нужно было сняться, для того, чтобы рассказать об этом приюте. И я увидел собаку и понял, что все, как бы, она больше никуда не поедет, не в какой приют, а приедет ко мне домой. И вот так вот уже со мной много лет, уже сколько, лет 12, моя собака Дейзи. А вторая собака уже лет 5 назад я ее взял, тоже я не раздумывая понимал, что это я хочу помочь собаке из приюта. Вы знаете, собаки из приюта, они просто, да, там может быть какие-то определенные сложности сначала могут быть, потому что они все-таки должны адаптироваться к домашним условиям. Но в целом самые ласковые, самые добрые, преданные, мне кажется, те собаки, которых вот так вот взяли из приюта, которым подарили вторую жизнь, они этого никогда не забудут. Потому что они очень четко помнят, что было до и что в настоящее время. Люди порой забывают. Если вы рассматриваете мысль, там, завести собаку или кошку, подумайте сначала о том, чтобы помочь собаке из приюта. Если вам не подходит, ничего страшного, берите от заводчика. Это все очень индивидуально. Вы знаете, за последнее время на стрессе, я вот на таком, за неделю, мне кажется, я килограмм 4 скинул просто над стрессом и на нервах, которые были. Потому что ничего невозможно есть. И вообще очень сложно, несмотря на то, что я вот хочу сказать о том, что... Вот сегодня премия нового радио. Вчера у меня был благотворительный показ спектакля «Женни Баффи Горов» в кино. Потому что все вы знаете, что я 10 лет играл спектакль «Женни Баффи Горов» в театре Мини Пушкина. Один из последних спектаклей был отснят для кинопроката. И вот вчера изначально, конечно, планировалась большая светская премьера с приглашением артистов, большого количества людей и всего остального. Но из-за понятных событий все это было отменено. Но так как показ уже был заряжен в кинотеатрах во всех, это все уже было организовано. Показ будет в ближайшие несколько недель. В 60 городах и в 200 кинотеатрах будут проходить эти показы кино. Тем не менее, конечно, на каждое такое мероприятие пока что сложно выходить. Пока что тяжело морально. Но ты внутренне понимаешь, что, во-первых, это нужно зрителям, это нужно слушателям. Мы такие маячки-светлячки, которые как-то вытаскивают из негатива, из депрессии, которая существует. И это понятно. Но просто поверьте, что у нас в душе тоже очень тяжело и непросто. Но нужно собраться. Я, может быть, потому что 20 с лишним лет уже сколько пою. Меня с самого детства учили, что твои проблемы никого не волнуют. Ты выходишь на сцену с температурой, неважно, болит у тебя что-то люди. Люди пришли, они хотят тебя увидеть, услышать, получить удовольствие, потому что они не должны знать о твоих проблемах. Вот все проблемы всегда остаются где-то за пределами. И вот я ухожу к вам, я стараюсь улыбаться или, не знаю, как-то позитивно говорить, и никто не знает, что у меня в душе. Но это работа в какой-то степени. Вы когда начинали играть эту роль, мечтали о том, что это будет показывать в кино? Такого же еще не было? Кино-премьера? Кино в театре, театр в кино, точнее. Театр в кино — это такая новинка. И мне безумно приятно, что вот на большом экране я вчера сам смотрел, я думал, что ну что, я этот спектакль знаю от и до, что я его не видел. И я вчера просто завис, и я с таким погружением внутрь, несмотря на то, что это огромный кинотеатр, премьера была в октябре, в кинотеатре «Октябрь», на большом экране, и было ощущение, что ты абсолютно погружен в атмосферу, эти крупные планы актеров, которые ты никогда не посмотришь в театре. То есть видно все. И я с большим удовольствием как будто заново для себя открыл спектакль, в котором сам играл 10 лет назад. Поэтому я получил большое удовольствие. Опять же, ситуация, которая произошла недавно, говорит о том, что можно сколько угодно строить планы, но это все может разрушиться в один миг. Поэтому так глубоко и далеко я уже не планирую. Знаете, вот сейчас идет, радует, что утром проснулись, улыбнулись, солнце светит, весна. Это тоже как-то радует. Все-таки впереди лето. Я надеюсь, что будет как можно больше хороших, добрых вестей. И у нас будет много поводов для позитивных, веселых встреч. Я на это очень надеюсь. Вы знаете, я сейчас возьму небольшую паузу, просто отдохнуть, потому что, ну опять же, я в таком состоянии не могу продолжать гастролировать. Если ближайшие гастроли у меня назначены на конец апреля, а сейчас вот я как-то должен прийти в себя. Да, это связано с днем рождения. Меня на самом деле начало колбасить вот так вот эмоционально как-то. недели уже две назад. Это, в принципе, происходит всегда до дня рождения. И поэтому я уже знаю свой этот вот какой-то мандраж. Всегда вот стараюсь не ставить ничего в этот праздничный, скажем так, день рожденческий месяц. Вот. Ну и, в общем-то, в этом году не исключение. Поэтому я сейчас прям тотальная пауза. Нужно чуть-чуть, наверное, перезагрузиться. Но должен пойти вот мой новый 41-й год. Может быть, дети что-то вам готовят? Если они что-то готовят, я об этом узнаю только, да, на дне рождения. Спасибо вам большое, друзья.